Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. Сегодня у нас в гостях в очередной раз Азиз Разыев, это главный тренер клуба Дартим и Эдуард Базров, это тренер по борьбе клуба Дартим. Эдуард, Азиз, приветствую. Приветствую. У нас достаточно много темы на сегодня есть. Наверное, начнем с самой главной. У Шавката Рахманова уже через несколько дней будет бой на UFC. Это такой, ну, по сути, каждый его бой, который грядущий, для него главный. Но сейчас это, наверное, возможность показать себя и уже получить возможность претендентского боя. Вот хочется понять, в какой он сейчас форме находится, насколько вы в него верьте. И в прошлый раз, когда мы разговаривали, мы сейчас немножко успели за кадром это обсудить. Должны были его секундировать кто-то из вас? Ну, вот сегодня Азиз грустную новость немножко нам принес. Азиз, давай начнем с тебя, с грустных новостей, и потом уже про Шавката. Ну, какая, ну, грустная новость, то, что сегодня визе отказали. Но я думаю, попытки мы не будем оставлять. Будем продолжать пытаться получить. Потому что скоро у вас убой, поэтому, ну, виза нужна в любом случае. Команда только развивается, растет. А что касается... Что, переходим к Шавкату? Ну, Шавкат сейчас у него висогоночный процесс. Буквально сегодня Бауэр скидал видео. Они с Мухаммадом в одном зале тренируются, видимо, пуш-пуш делают. Все хорошо, я с Шавкатом общался, переписывались. Все хорошо, настроение отличное. По видео даже видно. Ну, Шавкат же, он такой хладнокровный всегда. Поэтому, что касается ожидания отбоя, то, конечно, все мы, вся наша команда, вся страна ожидает яркой победы от Шавката. Это, ну, самое главное, победы. Неважно, какая будет победа, досрочная, решением. Но это очень будет... Топсон, это тот соперник, который, наверное, я думаю, это будет отличная заявка на президентский титул. Потому что все-таки у него есть имя, медийный парень, если я не ошибаюсь, два раза дрался за чемпионский титул. И он там в интервью, вот мы смотрели с Эдиком, говорил, что у него не было таких соперников, ну, что у Шавката не было таких соперников, как Томсон. Но мы хотели бы сказать, у него тоже не было таких соперников, как Шавкат. Поэтому, ну, очень переживаем, болеем. И надеемся, что все будет хорошо. Шавкат выйдет, как обычно, хладнокровно, сделает свое дело. Эдуард Томсон, это один из тех бойцов, которого очень сложно привести в партер. Вот первые его бои в карьере UFC вообще ни у кого не получалось. Потом были попытки. Плюс ни разу ему никто не сделал сабмишин. Еще у него только одно досрочное поражение. Масвидалю и то нокаутом. Вот можно ли сказать, что ключ к победе будет идти в борьбе? И насколько ты в борьбе Шавката в этот раз уверен? Шавкат один из тех бойцов, которые умеют делать все. Это всем известно. Он разносторонний, боец именно чистый ММАщик. Можно сказать про него. Но в борцовском плане он достаточно хорошо готов на сегодняшний день. Потому что мы готовились и к Гастелуму до этого. Пока Гастелум не снялся, мы на него готовились. Знали, что у него борьба очень хорошая. Поэтому и под его стиль, под его защиту от борьбы мы готовились. То есть, я почему говорю, это была предыстория до боя, до Томсона. И когда дали Томсона, мы продолжили готовиться в том же ключе. Также работали. Что касается борцовских навыков Шавката, я до этого уже как-то встречались, общались. Я уже говорю, что у него борцовские навыки на уровне мастера спорта. Потому что очень достаточно хороших, опытных спортсменов я привожу на спарринг к нему. И он с ними очень на хорошем, на высочайшем уровне борется. Может сопротивление оказывать. И достойный отпор таким борцам. Это говорит о том, что в плане вольной борьбы он на сегодняшний день готов. То, что Томсона не могли перевести, да, я знаю. Он достаточно крепкий, хорошо стоит на ногах. Чувствует, и у него скорость хорошая. Он как от прохода защищается, включается, защищается хорошо. Поэтому, ну, я думаю, Шавкат сможет перевести его. Потому что есть наработки определенные. Мы смотрели его бои. Поэтому так всех секретов раскрывать не будем. Но я думаю, он переведет все-таки его. И Томсона будет тяжело сдержать именно в борцовских каких-то навыках Шавката. Азиз, а сейчас Баужан находится рядом с Шавкатом. Он директор же, да, Дортима, получается? А есть такое, что он, не знаю, звонит вам с Эдуардом и говорит, что вот, ребят, я сегодня записал, вот надо такое там сделать у нас нововведение в клубе. Надо вот это вот добавить. Он же сейчас там смотрит все. Наверное, нет. Потому что, ну, Баужан, он сам тренируется, ну, очень долго, да, и с нами, в команде, до того, как стал директором, тренировался. Но, то есть, мы когда с ним общаемся, он понимает, он говорит, ну, вам самим надо здесь быть и понять, то есть, увидеть. То есть, для него же, ну, даже для спортсменов особая разница. То есть, там, в тренировочном процессе нет. Это больше, наверное, тренера замечают именно подготовку, методику тренерскую. Ну, может быть, ребята, как бы, знаешь, видят это, но особо там не придают этому значению. Просто, то есть, они же привыкли выполнять те действия, которые говорят им тренера. Поэтому Баужан, то есть, он, вот насколько с ним общается, он скидывает какие-то определенные видео, там, рассказывает. Но что-то там, там надо так сделать, либо добавить. Нет, он, конечно, эти вещи не говорит. Говорит, нужно приехать и сам увидеть. А от вас каких-то установок не было, что, типа, Баужан, там, вот это с фоткой? Нет. Нет таких вещей. Ну, то есть, он скидывает, там, там, спарринги определенные. Там, ну, посмотрите, там, мы с Эдиком смотрели его, там, последние отработки, работа в парах. Что вы там видите, что бы вы могли, там, какие-то замечания, поправки, либо еще что-то. То есть, ну, такие какие-то моменты бывают. А так, ну, я думаю, там нет смысла лезть его в тренировочный процесс. Там есть люди-профессионалы, Генри, Саид, люди, которые тоже очень давно и, ну, показывают отличный результат. Поэтому, как бы, мы свое дело здесь сделали, дальше их задача. Эдуард, я не знаю, ты, ну, следишь за Белатарой или нет, ну, вроде следишь. В Белатаре был бой за поиск чемпиона в полусреднем весе, Ярослав Амосов, против Джейсона Джексона. И как раз заверустилось видео с Джейсоном Джексоном, когда с ним борется Шавкат. Как тебя вообще удивило, что человек, которого называют лучшим борцом полусреднего веса, Ярослава Амосова, вот победил спарринг-партнер Шавката, которого там Шавкат на тренировках, ну, вот, судя по видео, побеждает? Меня не удивило, потому что я знаю, на каком уровне борьба у Шавката. Поэтому я уверен, что там даже в Киллклифе, в зале, с ним мало кто может ему упереться именно в плане борьбы. Ярослава Амосова, я до ним давно слежу, непобежденный был боец до этого боя. Очень хороший парень такой, 27-0 его было, да. А вот этого Джейсона Джексона впервые, как бы, ну, до этого слышал о нем, как-то промелькнул он такой, слышал, что крепкий такой боец. Ну, вот именно прям конкретно, чтобы посмотреть на его какие-то навыки, я до этого момента не видел. Сначала видео короткое вышло, потом более длинное попало в сеть, поэтому короткое, на короткое мне было видно. В начале там, Шавкат же просто, в конце тогда он сделал, наверное, просто они хотели пока скидывать или что. Ну, потом, когда посмотрел уже более тщательно полное видео, я увидел, что, ну, Шавкат там даже, я скажу, не на все 100% с ним боролся. Потому что я знаю то, что он может намного больше. Просто так, играючая такая, игровая, в игровой форме тренировка. Потому что больше он там, больше я, он защищался от прохода в ноги. А так он, если он на самом деле будет в полную силу работать на своих вот этих мощностях, он намного больше может показать. И что самое мне нравится, то, что и в бою он это может показывать. Не только на тренировках, но можно даже сказать, что в бою лучше даже у него это получается. Ну, последние, конечно, его бои, последние выступления он не так прям показывал борьбу. Это было связано с определенными причинами. Это были определенные у нас такие, я еще раз повторюсь, причины, которыми он, из-за которых он не мог показать всю ту борьбу, которую он может на самом деле показывать. Ну, в схватке в этой с Джейсоном, с Джейсон Джексон, да, он хорошо перевел, да. И потом меня удивило, я думал Амосов, ну, у меня не было, что Амосов победит, потому что, наверное, я его больше знал, за ним больше следил. Он хорош, до этого бойцов тоже выигрывал на таком рекорде. Это очень редко в ММА, и поэтому меня очень удивило то, что парень из зала Клифф, Килл Клифф, он Джейсон Джексон победил его. Это говорит о том, что у нас уровень именно борьбы не хуже, а может даже и лучше многих борцов, которые сейчас находятся в UFC и определенно в 77 категории. Ну, это еще концовка, кажется, была, это конец тренировки, это видно было, ребята подуставшие были, это, видимо, конец тренировки был, просто решили чуть зарубиться. А у них там нет, я потом узнал, они, оказывается, у них там вот, у них, кажется, все полутяжи, тяжелый вес, и они между собой борются. И вот они вдвоем остались в конце. А, это было тебя? Да, ну, я узнал, да, да. Они все боролись, да. На вылет, видимо, сетка была. И вот они и в конце, как я знаю, остались Шавкат, Джейсон Джексон, и вот они рубились, рубились, вот Шавкат в конце забрал. А здесь я думаю, что уже можно тоже там чуть приоткрыть секрет какие-то подготовки Шавката. Вот Стивен Томпсон необычный боец с очень там уникальной техникой, он вообще там базовый каратист, там тоже с элементами тхэквондо. И кто был, вот основной спарринг-партнером, кто может что-то подобное повторять в зале? Может быть, ты там знаешь, расскажешь тоже нам, потому что... В зале, нет, в зале у нас не было таких спарринг-партнеров. Основной спарринг-партнер все-таки, ну, делали акцент на Америку. Здесь, ну, он работал с молодыми ребятами, работал в парах. У него здесь тоже есть пара молодых ребят, которые с ним работали до того, как он улетел. Аслан Искандеров, Алиби Пермик. Вот тут они, у них и стойка такая, они больше базовые рукопашники, поэтому, то есть, они именно вот могут на челноке подвигаться, повстречать именно вот эти удары, которые он наносит, там, йока в корпус встречает, развороты бьет. То есть, тут с таким ребят... Ну, это, честно скажу, было немного работы, потому что основная работа у него была там на физподготовку, с Эдиком они больше отрабатывали, над боксом больше. Работали. Поэтому основной акцент это был на Америку. И я... Ну, сегодня даже они подобрали, я не знаю, что за парень, но там был такой спарринг-партнер, он именно вот именно под технику. Вот Томсона работал, двигался на челноке, стойки менял в правосторонний, в левосторонний, широкая стойка с опущенными руками. Там у него все соперники практически, спарринг-партнеры, были левосторонние ребята. Ну, то есть, Генри подобрал именно таких ребят. Высоких, крепких, которые хорошо двигаются на ногах. Мне просто, знаешь, было интересно, вот тоже, когда кто-то необычный у тебя в парах будет, ну, в итоге, в бою, как вот найти тоже какого-то такого парня, который еще будет готов с топ-бойцом ММА работать, еще и на уровне должен быть. Да. Ну, здесь, к сожалению, пока, то есть, ну, таких ребят, конечно, не было в зале. Потому что, ну, и ребят были там свои задачи, они там готовились к гран-при. И, ну, подготовка немного разная была у ребят. Ягурт Шавхат, он больше вот с Эдиком поработал в этот раз и над боксом работал. Есть какие-то уже, не знаю, у тебя в голове мысли, вот, когда будет день боя, ты позвонишь там Шавхату и что-то скажешь? Какие-то вот эти слова? Или пока их нет, и они должны делать? Нет, мы особо, если честно, то есть, мы перед боем вообще его стараемся не дергать, не беспокоить, ну, не отвлекать его. А так Шавхат знает свою задачу, и они работали над этим, мы это и обсуждали. Все понимаем, что нужно делать с Томсоном. Это обязательно резать углы, работать, именно прессинговать. У Шавхата неплохой клинч, если будет акцентировать на эти вещи. То есть, если он четко будет работать по своему плану, я думаю, Шавхат одержит победу. Эдуард, как думаешь, Шавхат станет первым человеком, который сможет засобить Томса? Я всегда говорю, самое главное для нас, для нашей команды, для меня лично, то, чтобы наши спортсмены, представляющие нашу команду, в том числе и Шавхат, который выступает на таком высоком уровне, чтобы в конце боя подняли руку именно ему. Ну, а в плане засамбитить или нокаутировать, я думаю, у него очень большие шансы это сделать у Шавхата, потому что и то, и то он делает очень хорошо на высоком уровне. Я могу даже сказать, так как он это делает, мало кто даже в UFC это делает, потому что я сам видел, сам знаю его навыки. И именно в завершающем аспекте, не зря, у него 17 побед, и все 17 досрочно, значит, в этом смысле он может заканчивать бой. Но еще раз повторюсь, самое главное, чтобы наш спортсмен выиграл. Мы будем на это очень сильно надеяться с помощью Всевышнего, чтобы ему в конце боя подняли руку. Ну, бой будет 5-ти раундовый, поэтому и физические кондиции очень сильно будут решать в этом бою. Нет, 3 раунда будет. А, 3-х раундовый? А, все, все. Ну, я скажу так, если Шавхат его переведет, то вряд ли он его отпустит. Если Шавхат его переведет, то вряд ли его отпустит оттуда. Да, это... Они же не в главном бою вечера, если бы это было. Я думал, что в 5 почему-то 5-ти раундовый. Нет, нет. В UFC всегда. Если ты не чемпионский бой. Там же два титульника. Тем более, два титульника. И потом вот как раз Шавхат. Перед титульниками Шавхатер. Почему-то у вас 5-ти раундовый будет бой. Не знаю почему. Они, кажется, с Гастулом, да, вроде должен был быть у них главный бой вечера, кажется, или главный бой. А, значит, что-то с этим перепутал, да, походу. Окей. Давай еще тоже такой аспект обсудим. Страхует главную пару, как раз чемпионский бой, Белал Мухаммад. И я так понимаю, ну, это мое предположение, что Белал Мухаммад чисто теоретически может страховать как раз еще и пару Шавхата и Томпсона, если там что-то случится. Ты бы вот как главный тренер дал бы согласие, если, например, бы сейчас Томпсон слетел, и Шавхату сказали, типа, можешь подраться с Белалом. Ты бы сказал бы окей, или все-таки нужно готовиться под Белала, да, и нет смысла принимать такой бой. Ну, тут не мое решение. Я бы как бы, знаешь, я думаю, что Шавхат бы не отказался от этого боя. Потому что конец года, он столько провел боев, в смысле подготовки, и я думаю, Шавхат бы принял вызов. Ну, опять же, ему, конечно, решать. Но на таком уровне, наверное, все зависит от чека. Это же уже там немного по-другому. Насколько они смогут заинтересовать Шавхата, чтобы он принял этот бой. А так, ну, для меня лично, я знаю, что для Шавхата вообще без разницы, с кем драться в любое время, в любом месте. Поэтому обычно он не отказывается от боев. Тем более, он хороший лагерь прошел. Конечно, стилистически это совсем другой соперник. Нужно будет там всей командой думать. Ну, мое мнение, я бы, наверное, там... Ну, ММА – это такой вид спорта, где нужно рисковать. То есть, если даже там, ну, всякое может произойти, это намного ближе. То есть, это уже стопроцентно, если он выиграет этот бой с Мухаммадом, да, например, это стопроцентный титульник следующий. А тут такой, да, момент, они могут сейчас все равно... Он страхует. При всем, ну, желании, если, да, Шавхат выигрывает, это, я думаю, это не стопроцентно, что ему титульник следующий. Ну, да, если в первый раз Белал. Да, потому что Саид все-таки Белал. А ты что думаешь? Ну, я вот так думаю и уверен в том, что на сегодняшний день уже как бы разница, нет с кем драться. Там уже уровень есть, уже возраст подошел, физические кондиции, опыт такой большой тоже. В каких только лигах он не бился, Шавхат, каких только боев у него не было. Были разные соперники, стилистические борцы были, ударники были, ну, и самбисты с разных видов спорта. Поэтому, мне кажется, что Белал Мухаммад этот не такой сильный соперник для нас, как может некоторым показаться. Я не вижу в нем такого ничего там сверхъестественного, ну, чтобы он мог даже чуть-чуть, не знаю, преподнести какой-то сюрприз или что-то сделать. Я вообще, к примеру, даже не сомневаюсь, что если он даже на замену вышел бы в тот же день, ничего не смог бы сделать Шавхат. Ну, мне кажется, здесь, знаешь, вопрос даже Мухаммада, насколько он согласится драться с Шавхатом. Да, он уже отказывался уже. Потому что он уже один раз отказался, и там на таком уведомлении, я не знаю. Но знаешь, тут такой момент, наверное, правильные слова Ислама Махачева. Когда ты чемпион, тебе без разницы с кем драться, да? Поэтому и чемпион. А Шавхат, он ментально, он себя чувствует чемпионом, он знает, что он готов ко всему, и, ну, по его натуре, по его ментальности мы знаем, что он считает себя чемпионом этого дивизиона. Поэтому, я думаю, там вопрос вообще к нему не возникнет. Мне нравится, Эдик, что тебе тоже без разницы, ну, с кем будет драться Шавхат, потому что я уже видел чуть критику в твою сторону после того, как в Ушатайке, по-моему, ты сказал, что если Ислама Махачев в 7 и 7 перейдет, то у него там не такая борьба, которая там может удивить Шавхата, и уже была такая чуть критика, часто прогадал, сказал. Так что... Не, ничего не было, ну, Ислам ничего не сделает, Шавхат. Что он ему сделает? Какая борьба? Ждихайка. Это вообще другой вес. Вообще другой вес, другой человек, другие скорости, другой настрой. Он голодный. Шавхат всю жизнь к этому стремился. Он в этом весе... Шавхат природный в 7 и 7. В этом весе он... А там Ислам очень сильный, я же всегда говорю, он очень сильный в своем весе. Я же почему говорю так? Потому что человек, который в вольной борьбе даже переходит в следующую категорию, вот 97-шники постоянно, ой, 125, легко бороться, там, я сейчас выйду, там, всех вас порву. Переходят, одно соревнование, второе, и уже потом все понимают то, что они сделали большую ошибку. Ну, это редко получается, у кого переходить в вес и быть там чемпионом. Это очень редко, даже в вольной борьбе. Там по пальцам можно их пересчитать. Что касается ММА, ну, во-первых, он будет драться не в своем весе. Он в 70 килограмм, он гоняет, и привык уже к этому весу, привык к скоростям, ко всему. Другое дыхание, другой футворк, другая координация. Совершенно другие люди. И мне кажется, ему можно будет перейти в 77, когда он будет уже подумывать чуть-чуть, там, о завершении карьеры. А то, что критика в моей адресе, ну, я уверен, если я уверен в человеке, почему я должен говорить, что вот, там, он может проиграть, там, или сомнения какие-нибудь. Это, наоборот, мне кажется, круто, что тренер... Нет, да, я уверен, что ислам, ислам для Шавката, он не пасен. Ну, в чем просто, какие он, и рост там ниже, у него и антропометрия другая, и дышит, он не лучше, чем Шавкат. Ну, что и грепплинг, может быть, чуть-чуть, может, лучше. Самбо, грепплинг. Такой, как Шавкат, очень, очень будет неудобен для такого, как стилистический, для такого, как ислам. Да, я не против ислама, я самого, конечно, не знаю, я работаю, мы работаем с нашими ребятами, мы в них уверены, поэтому мы очень большую часть своей жизни посвящаем этим ребятам, они для нас, как наша семья, и Шавкат, и Асу, и остальные все молодые ребята, поэтому наши ребята должны побеждать, мы будем в них очень сильно уверены, уверены выходить и побеждать. А что касается, вот, хейта, ну, такова, такова жизнь. Эти дорожки рядом постоянно. Да, кто-то болеет за ислама, кто-то болеет за, там, кто-то болеть будет сейчас даже многие, даже и с СНГ за Томпсона, к примеру, есть тоже таки, ну, нравится человек, поэст, да, он болеет за него. Но всегда нужно смотреть правде в глаза, и пока что Шавкат не чемпион, он сильно этого хочет, и он и тренируется, и выкладывается. Для того, чтобы 70 килограмм перешел человек, Шавкатов, он не для этого тренируется, не для этого к этому всем ушел, чтобы вот сейчас думать за то, что какой-то там любой спортсмен, не только ислам, его весит теперь будет, теперь он королем. Для того, чтобы быть королем в другой весовой категории, надо пойти тоже определенный путь. Поэтому посмотрим. Хороший, интересный бой будет, да, интересный. Но я не вижу, что, просто что... Что ислам может сделать. Что ислам может сделать. Ну, как, я не такой эксперт, конечно, но лучше, конечно. Чем больше сильных спортсменов в твоей весовой категории, тем слаще твоя победа, и тем значимее она в любом виде спорта. И в ММА, буду говорить, он и того прошел, и того прошел, он все выиграл, что еще. Но он все доказал, и себе, и всем. Поэтому с любым можно выходить, и с любым можно... Любого можно выиграть. В том числе и такого, как ислам, потому что я, к примеру, видел пару моментов, у него тоже есть пробелы, да, тоже есть. Ну, я заметил. Ну, ислам, почему хотел, ну, то есть он у него там сейчас на данный момент он может перейти, потом стилистически, например, Эдвард для него удобен. Он понимает это. Ну, шавхат, я считаю, немного другого уровня боец. Он умеет все. Ну, он это не раз доказывал. И нокауты делает, и с амбишиной, и так далее. Поэтому, если там будет шавхат, тогда, ну, опять же, это опять же время. Я считаю, что у ислама еще есть свои там задачи в своем весе. Сейчас ребята хорошо тоже набирают обороты. Поэтому, ну, это время покажет. На самом деле, вот, 24-й год очень интересным должен быть в плане полусреднего веса, потому что вот потенциальная возможность ислам перейти. Как раз 77 сейчас как раз решится, кто будет новым чемпионом. Плюс там есть и Белау Мухаммад, есть и Шавхат Рахманов. Прям, мне кажется, такая будет в 77 рубка. Да. Ну, мы вот вчера обсуждали, в этом весе прям очень сильная конкуренция. Да, это один из самых конкурентов в весах, наверное. Такой считается. Просто, да, интрига точно есть. В легком, ну, нет никакой интриги уже. Там просто вот ислама Хачу, по сути, занял. Уже всех вычистил. Гейджа одному остался, да. Ну, да, ну, и Гейджа непонятно тоже, что ему может предложить. Да, Гейджа ему ничего не сделает. Только Цару Киан может что-то сделать, я думаю. Там и то, ну, посмотрим. Ну, да, у них уже и был бой, понятное дело, что такое считается один из самых вот тяжелых для ислама в карьере. Но в любом случае уже бой был. Ну, да, бой был, реально. В 84 там стрикло, ну, Хамзад выиграет, я думаю. То есть он в 84 будет биться. Я не знаю. В 84 не такое, ну, Адысане уже тоже на закате. Там кто еще? Этот перерыв выше вес перешел. Сейчас Шону Мелли тоже такой, ну, хоть он и чемпион, но в любом случае тоже есть какие-то у него и пробелы. Ну, конечно. И с Петром он показал бой, который там многие Петро дали. Я считаю, у каждого бойца есть пробелы, есть над чем работать. Я думаю, это наука, которая постоянно развивается, что-то добавляет. Сейчас вот новая кровь, которая там появляется, они уже совсем другая техника, совсем все по-другому. И эволюция какая-то постоянная происходит. Поэтому нужно работать, продолжать. Чемпионом стать, намного, говорят, легче, чем удержать. Ну, наверное, если ты не Хабиб. Все хотят выиграть чемпиона, конечно, это в любом спорте так. Все будут бороться, драться, выступать против чемпиона. Плюс, мне кажется, еще тот же, ну, чем больше ты дерешься, тем как раз больше люди видят твои какие-то пробелы. Вот сейчас как раз был бой на Найзе Мухаммада Эминова и Нурбека Кабдрахманова. Я вот видел, что многие ребята ставили на Эминова. Вот, ну, при этом я вот понимал, как, не знаю, тоже не могу сказать, что там какой-то суперэксперт, но все равно вот уже у меня есть какая-то насмотраность боя, что всегда одинаково Эминов действует. И просто если как-то вот, ну, понять какой-то механизм защиты от того, как он действует, можно было его победить. И как раз, мне кажется, Нурбека этим и взял. То есть, если бы этот бой был бы, не знаю, 5 боев назад, или, не знаю, 10, то, наверное, Нурбека бы не получилось. А сейчас прям вот Эминов, как будто каждый бой одинаково действует прям вообще. Ну, Эминов в этот раз, я не знаю, я за ним особо не следил, но меня удивило то, что он, то есть, он переводил, контролировал, а вообще никаких действий не принимал. То есть, вообще не добивал, не было. У него как раз вот такое, то есть, у него больше вот есть типа ground and pound, а есть lay and pray. То есть, LNP, это больше, что он именно лежит, контролирует, позиции делает там. По пытке самим, что он и бьет тоже, конечно, но он не так много бьет там, по-моему, у Хабиба. Ну, в этот раз он вообще очень мало бьет. Да. Он как плита. До боя мы сидели вместе с Азизом прям, сели рядом, и я Нурбеку говорю в зале, Кабдур-Рахман, Нурбек, мы тебя будем, мы тебя будем болеть. Если что, говорю, в зале тоже будем тебя выкрикивать, подсказки, он смеется. Потом Мурат Касымбай подошел, сначала с Азизом поговорили, он говорит, о, этот Эминов очень сильный боец, такой он как плита, он прям проходит, ложится, ну, невозможно, как бы... Хороший контроль. Да, как бы выйти там, очень хороший контроль у него. Я послушал, я вот чувствовал, что Нурбек выиграет. И болел за него, конечно, за Нурбеку, ну, хороший парень, спокойно, мы с ним так близко, не знакомы, но видимся, здороваемся, салам алейкум. Ну, мне нравится, он как такой спокойный, там... Да, Мухаммад. Да, они оба хорошие парни. Из-за своей команды он постоянно вот горой, он везде ездит, там, помогает, из Жалгасу ездил, там, к Сергею Морозу ездил туда, в этот, там, Морозову, постоянно в Америку поддерживает. Твой командный парень. И, видно, хорошо готовился по его физической форме. Я увидел, что он хорошо готов и настроен тоже хорошо был. Ну, он не прям сильно, прям, ну, сто процентов уверен был в себе, видно было. Но именно когда уже бой, второй раунд закончился, и третий начинался, уже было видно, что он уже поверил в себя. Потому что от Тегдаанов он вставать начал. Почему его именно вдержал, да. Почему его именно вдержал, вот прям, потому что как только он хотел уже менять позицию, он раз, Нурбек вставал, руки раз заправлял, разворачивался и пробивал уже и коленями, и руками, он достаточно хорошо. И вот желание, упорство его и вера в то, что он может победить, сыграло большую, очень большую роль в этом поединке. Я думаю, Нурбек сейчас после этого боя заявил о себе уже, как такой боец, который может биться в любой лиге. Я думаю, хорош, ну, я только такого же добра желаю, побед, и чтобы все получалось у наших казахстанских бойцов. Поэтому Нурбек порадовал очень в этом бою. Давайте еще заключительный вопрос в блоке про Шавката. Вот бой с Джеффом Нилом, он для Шавката оказался таким самым сложным, и многие люди, которые не сомневались в каких-то победах Шавкатов в его чемпионстве, посмотрев бой с Джеффом Нилом, увидели, что у Шавката могут быть в бою проблемы. Вот это, наверное, впервые за 17 боев случилось. А вот в зале сам Шавкат, были какие-то с ним разговоры, что он такой, говорит, ой, ну, как-то засомневался в своих силах. Он сказал, там, не знаю, ой, как-то вот этот раз сложно было. Или такого вообще с Шавкатом не было, и там очередной раз покер-фейс у него был и просто тренировался. Ну, здесь, знаешь, такой момент, наверное, что касается проблем. Мы, да, возможно, увидели, что у него могут быть проблемы, но мы увидели, как он может справляться с такими проблемами. Это очень важно, потому что многие ребята ломаются под таким давлением, когда что-то не получается. А Шавкат именно проявил в последнем бою то, что он может и бороться. То есть, бывают критические моменты в боях, и как он может с ними бороться. То есть, он в любом случае остается в хладноком. Действует четко, знает, что он делает. А в зале, конечно, бывают моменты, где у него что-то не получается. Где-то ребята его в чем-то могут переиграть, где-то там перебороть что-то еще. То есть, где-то он может быть... Но если он даже какую-то позицию отдает, он потом ее остается дорабатывать. Он старается над этими вещами работать дополнительно. Я говорю всегда, что у Шавката, я всегда, например, ребятам ставлю, у него IQ, все-таки бойцовская, на высшем уровне. И он уже знает. То есть, обычно он, знаешь, как делает? После первого раунда он перестраивается. Он уже... Первый раунд для него такой. Вот именно он, у него такая разведка. Он чувствует... Он должен прочувствовать это все на себе, а потом во втором раунде он уже начинает действовать кланом. То есть, он переходит, навязывает свое. Поэтому тут, наверное, вопрос не в том, что встречается ли он с проблемой, а вопрос, что в нем есть, и этого не отнять, что он может решать эти проблемы и довольно успешно. Вот это хладнокровие. Он даже... Ну, мы обсуждаем. То есть, если у него что-то не получается, потом я... То есть, бывало у нас... Он раз говорит, работаем. Он говорит, я ему специально где-то даю какие-то вещи определенные делать, чтобы он более где-то уверенно себя почувствует, или наоборот, где-то, чтобы подустал. Потом он вроде как будто сам отдыхает, ну, как будто он... То есть, что-то у него не получается, может клинчевать, то есть, какие-то вещи делать. На самом деле он восстанавливается, он начинает грузить. То есть, если он найдет ошибку, пробел, он будет давить туда. Он все равно, в общем, доработает и сделает свое. Ну, это вот сколько интервью дают, там, борцы дают, да, ребята, борются, боксируют, которые ребята с ними. И все это отмечают, что у него в этом плане он с каждым... Ну, можно сказать, с каждым раундом, наоборот, больше прибавляет. Так же и там в схватках с каждой там... После каждого там определенного раунда он еще может добавить, что в борьбе, что в стойке, что в ММА, без разницы. Тейше добавить. Ну, да, я добавил бы то, что мы после боя, конечно, проанализировали все. В первую очередь, Шавкат сам проанализировал. И над этими моментами очень серьезно поработали именно здесь, дома. Потому что тренер с ним работал, хороший. Это Алимханулы тренер, первый. Мурат Агай. И вот он конкретно вот над этими моментами, которые у него возникли с Джеффом Нилом, конкретно очень хорошо отработал эти моменты. Потому что у нас было время. мы сначала аж Гастулу готовились тоже. И думали, бой будет. И продлилась подготовка. Поэтому с продлением этой подготовки он тоже работал. И тоже вот именно над этими, именно вот над этими моментами, которые у него в бою возникли с Джеффом Нилом, над этим они хорошо посидели, поработали. И... Ну, не то, что там он приехал и так же тренируемся. Нет. Ну, и мы со своей стороны тоже какие-то моменты в тренировочном процессе тоже изменили. Потому что аж... Ну, а когда вот такие удары получает человек, даже непростые у него, не зря же у него прозвище «Железные руки» да, у Джеффа Нила, когда получаешь, уже и дыхание сбивается. Хоть ты получил, хоть и продолжаешь, но все равно, да. И вот в критических моментах уже человек по-другому дышит, по-другому видит, по-другому чувствует. Да, настрой Шавката всегда бывает серьезный, но все равно с каждого боя надо брать для себя, как тренеру, и спортсмену, тренеру, и тренерам, то, что проводить анализ и работать уже с точки зрения зная то, что уже это может быть в бою. Понимаете? Потому что каждый бой это по-разному, и уже можно брать и нагрузить по-другому, нагружать по-другому уже, чтобы какие-то другие он уже упражнения делал, какие-то другую работу уже конкретно боксеров подключать, каких-то боксеров подключать, грейплеров. И поэтому это и есть развитие. Это и есть развитие спортсмена и тренера. От таких боев оно исходит. Потому что если ты видишь, что твоему подопечному в определенный момент чего-то не хватало в бою, значит, над этими аспектами надо больше работать, и тебе надо самому развиваться в этом направлении больше. И внедрять какие-то моменты мусазизм, когда начали вместе работать. Мы вообще, у нас другая работа была. Сейчас у нас совершенно другая работа. Мы с каждым годом развиваемся так же, как развивается индустрия ММА. Потому что если посмотреть десятилетние давности бои, сейчас посмотреть, это как будто два разных вида спорта вообще. Если раньше выходили с одним стилем бойцы, сейчас уже практически очень мало, кто бы представлял только один стиль. Потому что уже все все умеют. И бороться умеют, и защищаться умеют, и грейплинг, и какие-то навыки уже в целом со всех видов спорта уже присутствуют в каждом бойце. Поэтому мусазизм под это подстраиваемся. Мы гибкие в этом плане. И в плане вопроса того, что мы взяли, как мы перестроились после боя Шавката с Жефом Нилом, я могу сказать, что мы и с Шавкатом поработали над этими моментами. Ну, не конкретно лично, мы там тренера, да, подключенный. И нашим спортсменам, нашим ребятам тоже уже какие-то моменты тоже добавили, потому что такие бои учат нас тоже чему-то новому. В общем, работу над ошибками сделали. Да. Это хорошо. Давайте тогда тоже про UFC, где будет драться Шавкат, тоже последний вопрос. Прогноз на бой хочется услышать. Главный бой вечера пояс чемпиона в полусреднем весе Леон Эдвардс против Колбе Ковингтона. Азиз, как думаешь, кто будет чемпионом? 50 на 50. Если Ковингтон сможет навязать свою борьбу, я думаю, он может выиграть. Но Эдвардс, ну, Ковингтон был простой, большой. И А Эдвардс, как мы видели, он с боя в боя прибавляет. Мусман ему практически во втором бою ничего не сделал, да? Ну, понятно, был там психологически где-то подломлен был. Поэтому насколько он сможет навязать свою борьбу? Если навяжет, то есть шанс выиграть. Если нет, то есть... Ну, все мы видели, как Эдвардс все-таки может четко придерживать своему плану. Как он хладнокровно пять раундов может держать одну тактику, слушать свой угол и работать. Поэтому тяжело какой-то прогноз сделать. вот, конечно, чаша весов склоняется к тому, что Эдвардс выиграет этот бой, потому что он, мне кажется, сейчас он на пике, он чемпион, но все равно я чувствую, что Ковингтон выиграет. Почему-то у меня такое чувство, ну, мне, конечно, часто подводит, думаешь, думаешь, я вот так чувствую, что Ковингтон выиграет, ну, как бы внутри не хочу обманывать как бы ни себя, никого, но я вот просто так чувствую, что Ковингтон заберет. Короче, 50 на 50. Да, у него простой тоже, он правильно говорит, простой бой, много можно сказать, ну, Ковингтон такой, он необычный тоже боец, он что может выкинуть, что может выписать, он еще и дышит хорошо. Он же и пять раундов тоже, да, Эдвардс тоже хорошо дышит, но Эдвардс больше, если он свое вот это навязывает, то да, а если вот чуть-чуть сумбур начнется, сумбур от Ковингтона, вот если вот это начнется проход, кто-то поднял, отпустил, тот ушел, опять прошел в корпус, дошел к стене, клетки, вот это все, если он навяжет ему, грязь ему уже навяжет, да, если он навяжет вот этот стиль свой, который у него есть, у него же прозвище, хаус, ого, как раз, да, хаус, да, вот этот хаус навяжет, то я думаю, Эдвардсу тяжело придется, тем более, ну, можно сказать, Ковингтон же вся дома, публика, там, что теперь, там, бывший президент его, не знаю, там, поддержка, поддержка, да, на первых рядах точно, да, из таких спортсменов, которые не горят, я думаю, Эдвардсу, он неудобный соперник, скорее всего, будет, ну, вообще, знаешь, я заметил в UFC, те, кто выигрывает, становятся чемпионами, они очень успешно проводятся, то есть, они как-то, знаешь, они на 100% ментально меняются, что ли, они настолько уверенно в себе становятся, и вот, ну, по крайней мере, сколько я вот обращал внимание, тот же, взять того же этого, с Петей дрался, Стерлинг, первый бой, как он провел, и как он второй, насколько он вырос, да, в плане, настолько уверенно в себя, то есть, они после того, как становятся чемпионами, настолько в себя верят, настолько они перестраиваются, знаешь, они на голову выше становятся своих оппонентов, вот насколько я замечаю поэтому это видимо именно аура юси такая что же я не знаю она настолько влияет поэтому а эдвардс очень долго к этому шел да сколько у него там неудач были там мне кажется это все таки я склоняюсь 60 на 40 что это все таки защитить эту но все равно у них нет таких витаминов как у нас даже карину да я увидел что ты пьешь на и завода я хотел спит ты возвращаешься в спорт но я возвращаюсь спорт потому что на из ватер начало было совет появилась такая великолепная вода вершины горы азиска гора называется чем благ чем благ точно забыл я говорю больше воды пей он говорит я пью только найзу ну да она остальные они признают на найзу или с крана вот настолько распирает бутылку что у тебя уже порвалось не знаю из-за витаминов воде да вот я к чему говорил не выдерживает давление говорит то что они после защиты там после победы защиты титул они становятся год ну конечно у них возможности появляются больше витамины у нас вот видишь свои витамины минералы витамины электролиты на из ватер давайте поговорим про осула мабаева 9 марта джей вергара тоже мне вот что васу всегда нравится я когда там спрашиваю про его ну плана бы он даже рассказал интервью я вас спрашиваю про его будущих соперников он говорит да я не смотрю азиз там с эдуардом посмотрит зачем мне это надо смотреть просто тренироваться лишь не разгореть вот вы посмотрели вергару уже но честно сказать нет еще то есть так вот посмотрели там один бой я посмотрел и все то есть особо пока еще не разбирали потому что сейчас вот найза у нас другие ребята дерутся они тоже поговорим да поэтому но что можно то есть если там какую-то такую поверхностную аналитику дать сопернику то есть для осу я сказал а сумму вас уже ты сам знаешь в осу один план какой план выходить бороться до выигрывать для сона такой знаешь синистически удобен больше стоящих в двух стойках работает то есть я даже сушки уже так накинул примерно что какой боец и поэтому я думаю для осу он стилистически будет удобен пропускает проходы практически не борется сам тем более осу сейчас ну вообще хорошо что на марте все таки перенесли осу он же такой именно там на 9 декабря дали он подошел к нам почему же 9 декабря на замену выскочить предлагает уже 2 или 3 числа до было я чувствую успокойся да ладно что там акклиматизация сразу выйдут на завершение то есть такое зачем не надо торопиться всему свое время хладнокровно подойдем подготовимся сейчас мы основной работы как раз вот сейчас они с эдуардом в осете поработали теперь мы сейчас домашние заготовочки здесь делаем поработаем и уже он там на акклиматизации за полтора месяца спокойно поедет полетит и будет готовиться что касается соперника хороший соперник для осу я думаю сейчас осу неважно вообще какая позиция ему нужно просто биться и чем чаще тем лучше хотя бы там я не знаю минимум два раза в год по хорошему нет минимум по хорошему 3-4 боя в год он много вес не гоняет он всегда тренируется всегда в хорошей форме находится поэтому нужно биться и я думаю оппозиция она сама по себе потихонечку вырастет просто принципе наилегчайший вес он самый малоукомплектованный и ну были случаи когда там после трех боев тебе титульник уже давали ты там попадаешь в топ достаточно быстро тоже поэтому да по сути за 2024 год он может пройти честно осуществлять волю он там готов там чуть ли не там месяц раз там биться да там два месяца раз он будет тут уже где-то там уже работа менеджеров тренерского состава где-то мы его приходится где-то останавливать подожди атака хорошей форме сейчас тренировки соня пропускает тренировки хорош с эдуардом прошли хорошую работу тут сделали они люди которые там восстанавливаться после травмы почти сколько им четыре месяца говорили вы за сколько за два за два это не проблема ну да мы с собой взяли со своими витаминами поехали таки эдвард а ты сказал сейчас что он тренировки не пропускает а то есть есть такое на профессиональном уровне что ребята которые там выступают сейчас по профессионалам они пропускают тренировки такие есть еще очень большой процент они расслабляются спасибо это те кто сейчас плохо выступает расслабляются не тренируются дома в гостях время летит им звонишь на следующей неделе через две недели через месяц потом они понимают просто что у нас тоже не только эти ребята я же еще остальные которые готовят надо поэтому на них тоже особо энергии тратить тоже это тоже затратно для нас поэтому они как бы выпадают после боя и какое-то время мы их понимаем то что они хотят отдохнуть никак не тревожим а потом да это время уже временной отрезок уже они уже чересчур уже начинают отдыхать то мы уже начинаем звонить звать это очень трудно их обратно взял затягивать поэтому лучше по себе отдохнуть максимум две недели восстановиться после веса гонки побыть дома побыть с родными и начинать потому что если больше месяца отдыхаешь очень тяжело и травм поэтому появляются потому что связки мышцы все уже не готовы они разорвать человек расслабляетесь чтобы это все привести в норму надо подбирать индивидуально под каждого тренировочный процесс чтобы потихоньку потихоньку это все закачать это все вернуть в прежнее русло а зачастую ментально спортсмены думают вот а два месяца отдохну сейчас также буду могу накружаться тем более не на энергии приходят начинают бороться биться там что-то делать и в итоге очень часто возникают травмы потом эти травмы надо лечить это очень такая большая работа такая некоторые думают просто подготовиться все поэтому к чему я говорю то что если ты провел бой но отдохни две недели на максимум три осу вот последнее время он вообще провел боем через неделю в зале на сбор сбор для его очень важно сбор любит на сборы и сейчас в сетью поехали тоже очень сильно тренировался от пахал из подготовку хорошую прошел очень опять мощные кроссы такие сделал кстати он за рубеком стакан ну как сказать соревновался мы договорились чтобы они баттл такой зал кросс там есть одна трасса очень тяжелая только бег да только бекрос я предложил тренеру там эльбрус дудаев тренер есть мой друг его тренер лично я говорю давай вот на этой трассе побежим тяжелой там 1800 метров он как мы в иран уезжаем поэтому давай вот тут побега более там легкая трасса есть мы приехали он говорит давай сегодня не будем так рубиться потому что я его знаю сейчас характер за рубека он начнет сильно рубиться и потом перед тренку иран ехать на там схватки там не хочу чтобы он был пустым и к в 11 кросс был за рубек на пять минут опоздал приезжает а где су он за су тоже болеет смотрит его бои он такие хорошие теплые слова за су тоже всегда говорит и он пришел осу бежал и несуга чё дело ждем огне давайте побегите там стима они я они побежали и ровно через пять минут приезжает седаков и где спрашивает где не тренер и тренера да нет сегодня туда не зачем говорит а хотелось им побегать такой чуть спылил как побежал за су вот именно вот он такой рывок сделал и а у осу часы вообще у седакова там этот как его рекорд 1440 на этой трассе там три с чем-то километров получается в гору подъем такой может градусов 40-30 у него вот такой рекорд 14 1440 у него осу за 15 16 прибежал но убежал там первый раз и на минуту позже прибежал заурбек 1620 1625 точно не могу сказать но вот так на минуту осу в тот день выиграл его но заурбек говорю что у него рекорд вообще самый но он они постоянно там бегают за 1640 он сильнейший форум когда был по 1440 до рекорда у него такой ну именно в этот день осу на минуту на минуту его передел нос очень хорошо бегает это было бы очень интересно с нами поехали вы к примеру что это может хорошо как-то там снять там вот это все красиво сделать они это красиво получилось бы этот бег ну такой батл там был то есть в следующий раз тоже в гости надо к вам поехать посмотреть к нам в осетию посмотреть вот с адизом тоже сейчас мы планируем да как раз у нас вот к вопросу о гран-при мы это хотим подготовиться там на этот раз чтобы убрать лишние сомнения а как это еще вот это выглядит ты сказал что только один пока бой вергара посмотрели вывод с эдуардом там не знаю включите там есть все бои вергары и с блокнотом будет сидеть смотреть какие то вот мы обычно соберемся а сушка втроем там еще тренера соберемся у нас есть в зале телевизор комната тренерская поставим бои там ильясик какие-то нам закачает все в этой технике не особо разбираемся поставим да проанализируем запишем в любом случае здесь начнем уже работать над этим всеми домашками домашними заданиями а там уже особо подводиться а сколько времени вот занимает этот анализ соперник ну скажу так по своей практике один раз пересмотреть там ну определенный там грубо говоря один бой один раз этого мало нужно хотя бы раза два три пересмотреть потому что каждым разом когда ты смотришь ты что-то новое находишь для себя и записываешь но я лично да записываю и что касается меня я сажусь если я делаю это один я там в комнату никого не впускаю но если я дома нахожусь все этом ноутбуки включаю смотрю записывать для себя сильные стороны слабые стороны расписываю потом делаю какой-то итог выводы и уже пацанам скидываю я посмотрел расписываю сбрасываю они уже работают в конце всегда вам с этим говорим в ухо борисе побеждали давайте поговорим про на иза 56 в принципе можно какие-то там моменты с на иза 55 обсудить но там дрался только ван дам вот пума в очередной раз к сожалению не повезло ему вот но в этот раз не по его хотя бы причине вот и наверно да стоит сказать людям которые вот тоже не знают что произошло у эмранта султанова через проблем со здоровьем но сейчас все в порядке уже вот тоже с ним списывались все в порядке возможно отбой еще будет на ком-то другом турнире вот но давайте про 56 турнир куда возвращается фаниль рафиков вот многие тоже ну ждут его какого-то там феерического возвращения потому что не самое лучшее время сейчас у него было было поражение по мм и по боксу хоть и спорное но поражение идет давайте с него начнем фаниль рафиков в какой форме сейчас будет он драться с экс-бойцом юси из филиппина что можете сказать я начинай хорошо этот фаниль тоже один из тех спортсменов которые постоянно тренируются то есть пробелов у него нет сейчас он в оптимальной форме в хорошей форме дали хорошего соперника он всегда говорит я хочу драться с иностранцами я хочу драться с сильными спортсменами поэтому сейчас хорошая возможность опять встать на рельсы заявить о себе как предыдущие годы он заявлял о себе фаниль достаточно дисциплинированный спортсмен сейчас уже идет конкретная подготовка к этому бою уже веса гонка уже там совсем немного осталось там договорились на 74 килограмма филиппинский спортсмен он выступал до этого категории 77 килограмм в каких-то категориях не выступал он в 66 выступала и в 77 выступал да и вот на промежуточный вес договорились я думаю будет хороший красочный бой фаниль как всегда покажет шоу так что нога и возвращается подготовка прошла мы в осетии были больше азиз работал с фанильным больше они готовили сейчас я приехали уже продолжили а так я как и смотрел на тренировках его сейчас ребятами как работает вру дышит хорошо чувствует себя хорошо сейчас приподняты настроение дочка родилась у него поэтому вот к этому рождению своего ребенка может сделать хороший подарок своей семье выиграть бой вернуться и заявить о себе с новой силой и с новыми эмоциями продолжить тренировочный процесс на фаниль на самом деле очень замотивирован ну во первых он возвращается свою родную лигу давно там не бился реально на из-за это и родная его лига где он сделал себе имя для него сейчас мотивация даже мы знали примерно что срок у супруги я говорил может не стоит принимать на декабрь месяц может сказать там роди ты там чуть побудешь семьей потихонечку потом начнешь он настолько был мотивирован то есть он хочет закрыть эти два поражения до выйти все-таки уже на победную серию вот ага и нет мне нужно выступить я уже начал я настроился соперника долго тоже если честно подбирали и вот в конце дали филипинца хороший ударник бьющий парень ну фаниль один из тех ребят которые приходят сама рано раньше всех в зале он позже всех уезжает и больше всех шумит как обычно но сейчас он в хорошей форме как сказал эдуард дышит хорошо настрой самый главный настрой хорошего него сейчас такой весогоночный процесс чуть-чуть все на нервиках зале ну там то есть это не мешает ему готовится все поздравимы фанилья долгожданная дочка родилась я думаю после дайла победы он обязательно полетит да он нам еще стол обещал поставить ему обещал нам не обещал да у него вообще на самом деле очень много поводов до проставляться там день рождения было вообще я думаю хороший месяц хорошее окончание года все-таки выиграл все было нормально красиво завершил этот год и уже следующий год с новыми яркими победами ну фаниль это тот парень который не отказываться ни от каких вызов всегда принимает всегда готов везде и всегда поэтому будет очень думаю это для любителей ммэй для публики наверное это подарок от найзы все-таки фаниль это тот человек на которого очень многие приходят смотреть неважно победит он или проиграет человек который умеет устраивать шоу поэтому мы как них как как наверное не как болезнь как мы больше с эдиком ждем его возвращения поэтому когда мы выходим с ним в клетку у нас отдельные какие-то эмоции поэтому все ждем возвращения на горе фаниль он вообще сведущий мой тоже по некоторым проектам вот здесь у нас есть шоу свое пхз и на подкаст тоже он приходит ко мне вот я что заметил когда с ним общаюсь очень много вот действительно у парня энергии то что ты рассказал что он раньше всех приходит позже всех уходят очень шумный парень а вот как ты с этим справляешь просто мне даже иногда сложно потому что мы подкаст запишем он еще на пару часов останется со мной поговорить знаешь еще ладно в зале у нас есть тренерская он там как хозяин придешь а там на диване валяется со своим другом да со своим другом бага и жаканшой потом тренировка закончится она обратно зайдет обязательно отметиться то есть да вот он на месте не стоит вот я вчера даже на нее обращаю внимание этом тренировку провожу у него не было тренировка закончилась все все ушли а у него этот видеоролик он должен записать и он по телефону наушниках разговаривает и он не сидит на месте представляешь я смотрю на него вроде человек потренировался на весогон туда идет сюда идет разговаривает что-то с кем-то спорит но как мы справляемся то есть у нас есть понимание вообще в команде не только с войне со всеми ребятами есть определенные вещи да есть работа вот тренировочный процесс это работа это наша с работа трениров это работа ребят которые тренируются есть отношения во время тренировочного процесса отношения какое-то общение но не должно мешать основной нашей работе потому что ну это может привести там них не очень хорошим результатом дальнейшем дать то есть если мы сейчас нашу дружбу наши отношения превыше поставим то есть где-то они начнут допускать там тот же постоянный разговор шум вот эту недисциплинированность то есть это скажется в первую очередь на них самих поэтому то есть но периодически конечно мы это напоминаем об этом мы это делаем строю то есть у нас нет такого что мы отдельно там раздевалку кого-то завели и отдельно с кем-то разговариваем потому что правила принципы команды они для всех неважно в каком-то статусе кошка молодой ты там взрослый пацаны профессиональные неважно и поэтому бывает что мы делаем то есть не без этого ребят нужно иногда поправлять делать замечание делаем это иногда очень жестко в строю перед всеми там можем пристыдить где-то напомнить где они находятся то есть ну разговариваем то есть постоянно какой-то диалог в любом случае ведется каждая тренировка у нас начинается 8 утра это гимн а потом пять минут немного то есть обязательно разговариваем по поводу поведения по поводу дисциплины то есть но без этого не проходит потому что что молодым ребятам что старшим то есть периодически напоминать нужно особенно почему стараешься ну конечно взрослые ребята профессионалы они делают меньше это но получать меньше замечаний все таки они понимают что молодежь на них смотрит и они из-за ответственности там стараются более менее то есть практически там не косячить да грубо говоря но с молодежью бывает что приходится больше времени проводить с ними дополнительно где-то мы работаем ну с ванильом вот так вот то есть он понимает то есть он знает он то он у него есть чувство дистанции субординацию он понимает где он не должен быть но у вас с ним такие отношения вы же братья да мы братья но я вот кстати ничего от него не замечал с субординацией ну ладно я просто я за вами наблюдаю вы же этот вы даже когда свой подкаст подказа правильно называется вы когда снимаете вы друг друга там вы вдвоем иной раз я вот бедные мои ребята думаю иногда приходят на подкаст там ванда бага вы им сказать не даете они бедные и так разговаривать на камеру нет они на камеру и так разговаривать не могут еще фаниль ну -ка ладно я сам за них за них за них ты почему я его приходим замечать зачем ты за ребята отвечаешь а чё он молчит чё он тормозит он думает что все как он подожди дай раскрыться ребятам не фаниль душа компании молодец без фаниля в зале сразу чувствуется что фаниля нет и ребята это всегда признают вот у нас это зажигалка фаниль козбек бага и ну вот этих трех ребят ну фаниль конечно в первую очередь это без него очень скучно в зале прям чувствуется что его нет следующий боец который будет драться на турнире это тиму тимура кура акула серикулы вот после осетии когда он первый сбор провел он прям ну мне намного больше понравилось что он показал в клетке но с другой стороны он как бы еще и взрослеет тогда парни сколько 21 помогут вот интереснее смотрится сейчас у него вторые да уже были сборы да вот сейчас как считаешь еще лучше стал еще лучше стал реально еще лучше стал и ментально лучше стал то что он уже второй раз уже проходит сборы с такими сильными спортсменами с такими сильными борцами но не только с борцами он там на жесть там мы сотрудничаем с нашими эстинскими братьями клуб арс отдельный отдельное спасибо хочется сказать всегда они нас там принимают помогают и он туда ходил на тренировки мы ходили и на бокс тоже есть там марат козаев тоже такой тренер очень хорош профессионал у нас тоже всегда рад приветствовать своем зале им тоже хочется спасибо сказать от пользу с моментом и кит боксером тоже ходили но в основном конечно на борьбу потому что у нас соперник такой с корпуса хорошо борется такое неплохое чувствует такой самбист тоже с хорошим рекордом очень сильный такой парень поэтому очень хорошо то что у нас сильные соперники я всегда радуюсь что сильными сильными сильных побеждаешь ты у тебя рост идет намного быстрее нежели ты будешь там с какими-то послабее ребятами биться тима один из тех спортсменов которые не выбирают соперников у которого очень сильный характер и в то же время у него очень сильная субординация хорошая с тренерами он очень сильно уважает старших поэтому я вижу в тиме такого очень сильного спортсмена который может очень многого добиться так как первый его сбор я увидел его рост но я не так заметил честно говоря его рост в бою да хорошо он провел там проходил а вот уже второй сбор я смотря на то как он борется уже с вольниками также между нами говоря седаков сказал я грудь ему ногу взял год у вас ноги год хорошо как чувствует сколько как он на борьбу ходит я говорю ну до этого на бокс ходил может до этого говорю еще хану вместе сколько работаем два года два с половиной года на борьбу любит очень любит катя бразис тоже борьбу любит постоянно борется за себя в зале всех повыигрывал со своих положений но тима он должен показать сейчас хороший бой вы правильно сказали то что он и повзрослел из кране в обои тоже про повзрослел почувствовал уверенность и всем с килограммом очень большая проблема для дивизиона сейчас будет ближайший год-два но если какие-то приложения конечно будут у нас мы хотели попробовать его тоже уже и возраст подходит и физические кондиции опыт к тому что можно его попробовать каких-то других может быть может быть организациях если будет такая возможность потому что все равно хочется видеть своих спортсменов за океаном где нибудь каких-то лигах чтобы они тоже набирали международный опыт потому что это очень важно вот взять если осу даже нашего он добрый в очень сильный международный опыт набрал таким уже пришел бойцом в юси то что он уже с иностранца и много до человек делю как бы выступает соперничает он растет очень сильно поэтому не только для тим для всех наших спортсменов нашей команды хотелось бы чтобы они как-то и в остальных лигах себя тоже пробовали если будет такая возможность мы как тренера тоже видим рост вот такой и в наших лигах выступать конечно в первую очередь на изи и в остальных тоже пробовать себя и вот тима один из тех ребят на кого у нас большие надежды тот кто всегда в зале он очень редко ездить домой он после боя буквально отдыхать там две недели домой съездить уже видишь он уже в зале всегда с подарками приезжает к нам всегда с уважением только в прошлый раз подарил коза привозил нам хорошие такие вкусные и вот как как сына к сыну к нему относимся чего здесь что я вам хороших воспитан такой парень сейчас посмотрим у нас хороший соперник и сейчас я уверен то что мы покажем все на что способны на данный момент но у нас рост именно стимой продолжается очень хороший из года в год он прибавляет прям на глазах видно и ты тоже это заметил миша все это заметили многие пишут и болельщики и эксперты то что видят в тиме тоже одного из казахских батыров который может показать себя на международной арене азица есть еще до у вас боятся три три же да будет написать был адзам амбеков будет что по тиме хотелось бы добавить правильно подметили он растет что ментально что и физически меняет весовую категорию впервые будет драться в 70 килограмм для него это много вызов соперник хороший тоже с рекордом 5 1 такой чистый дагестанец парень но у него простой кажется был там двадцать втором году кажется дрался последний раз но я думаю что тима наверное на всех этажах что в борьбе по всем параметрам я думаю он будет выше на голову тима тот парень который каждый раз прибавляет после боя после сборов человек который четко знает чего он хочет очень дисциплинированный четко слушает угол тот спортсмен который очень сильно доверяет своим тренерам недавно тоже я разобрал его соперника с эдиком потом обсудили мы понимаем наши сильные стороны и для тимы это очень хороший бой чтобы он мог у себя заявить именно в этой весовой категории что касается и овощи воспитания у них вообще их два брата и плюс сестренки он у него братишка он в сборной казахстана по боксу вошел тоже очень такой талантливый спортсмен и для него насколько я вижу как он переживает за своего младшего брата и как он реально является для него мотиватором то есть тима для своего младшего брата является мотива и это наверное для тима самого это очень большая мотивация он переехал с другого города это тот парень которого наверное мы когда ртим вырастили именно с любительского спорта он пришел к нам и как спортсмена наверное все таки я считаю может это не скромно будет звучать все таки команда дартима его наверное свыгнул на этот уровень как спортсмена который сейчас выступает у него есть его первый тренер по мм и а я молодой парень только перспективный постоянно поддержит его на любые бои все оставлять все свои дела прилетает рядом постоянно на весогонке такой знаешь очень любит тиму очень переживать не хорошие отношения такие и мне на самом деле очень приятно смотреть когда такие ребята не забывая да своих первых тренеров благодарят постоянно поддерживает отношения а найза наверное сделай из него звезду за счет гран-при хоть и финальный бой у него был не очень удачный но все равно он очень многое дал этот бой ему в плане ментальности психологии он многие вещи пересмотрел на многие вещи это приспустился когда человек постоянно выигрывает это у нас наверно такая сущность человеческая то есть ты где-то и на раз там ходишь по облакам летаешь и и он приспустился и и мы видим что это поражение сделал его намного сильнее и он об этом помнит он всегда об этом говорит то есть не расслабляется когда человек у человека есть куда обернуться и посмотреть на свои ошибки то есть это хорошо он понимает куда ему дальше нужно расти поэтому я думаю ну и тима сейчас стал по любимчиком публики в алмате очень многие знают ждут там поэтому популярность растет но с этим же и время ну с этим одновременным моментом естественно и ответственность растет еще раз говорю очень хороший соперник очень хорошая заявка будет именно в этой весовой категории что все-таки новая кровь сейчас мы видим как в 70 килограмм выступает многие ребята тоже бывшие гран-пришники даст как заявляют о себе тима это новое поколение бойца который может работать на всех уровнях на любых этажах в стойке в ударке которые везде готов поэтому это будет очень интересный бой что касается нашего следующего бойца это была заманбеков парень очень скромный который мало разговаривает но это парень который живет и в прямом переносном смысле в зале он постоянно тренируется два раза в день он в общежитии даже до полтора не одну тренировку не пропускает настроек или всех из всех которых вчера было построение мы делали там вот как я говорю мы постоянно делаем разбор ошибок там какие-то беседы видео с командой и булата мы привели в пример этот парень который на протяжении понимаешь ладно там есть ребята которые там полгода год так как тренируется там живут к он уже там на протяжении трех лет в зале в зале постоянно в зале тренируется и у него кстати тоже там смена соперника уже второй или третий третья замена и он уже знаешь вот так агай я говорю тебя замена мне жанн арбек пишет соперник травмировался там неплохой был а азербайджанец 3-0 рекорда потом там другого предложили из киева предложили еще кого-то и в конце концов сейчас там узбек с рекордом 6-1 или 5-1 6-1 кажется и булата просто будь у тебя замена агай любой человек уверенность все он дает мы настолько булли уверены он он реально тоже прибавляет у него ему в чем повезло по сравнению с другими ребятами знаешь в чем у него спарринг-партнеры это осу основной у него и ведение ведение боя по технике по манере ведения боя он очень смахивает на осу за счет того что постоянно работает и осу к нему очень хорошо относится но все-таки они они как братья спарринг-партнеры там осу там в первую очередь там приезжает там вещами там его загреет там постоянно булла булла там он очень сильно серьезно если размер один да они похожи осу же не будет эдуарду свои вещи давать этих никому не дает потому что нет таких крупных размер не пройдет поэтому но я считаю что булла это один из претендентов вообще на чемпионский титул у него все бои практически он провел в найзе а последний вот я обманул на валаш пройдем подрался опять же у него тоже чуть там были проблемы в плане тот соперник снимется то вес не сделает и вот у него по раз было такое неудачно были но сейчас вроде все нормально главное он всегда готовится тренируется всегда держит себя форме я думаю булл это и булла он у него всегда были знаешь такие физически он такой развитый был но психологически у него не очень мало любительских боев было ему было где-то психологически сложно каких-то моментах он мог где-то подломиться где-то что-то не получается он мог где-то сейчас вот мы с эдиком тоже обсуждали вот он такого уже нету он уже созревает но он и как мужчина уже ему там сколько 28 почти ему и он уже и как мужик созревать начал и в себя верить стал и ментально стало намного крепче то есть раньше мог там даст а кто сопер то есть сейчас вообще без разницы кого дадут с тем и будет драться главное чтобы весовой категории пошел ваша это уверенность появляется ты проскал когда самодисциплинированная из нас я думаю со мной сразу не так снял из нас самодисциплинированная я точно не я я последнее место окей я думаю что на финальную тему надо поговорить о сори рахмановой есть пару новостей во первых а сори рахманова вышла замуж вот про этот аспект хочется поговорить насколько это может повлиять на тренировки и кроме этого еще сейчас посмотрели она появилась в ростере ну на сайте юфси и вот многим тоже интересно какой у нее сейчас статус может у вас есть какие-то инсайды про это давайте вот со статуса начнем статуса чего замужества нет не замужества бойца юфси просто она появилась на сайте она же ну то есть у нее последний раз когда контендерс отменили бой из-за травмы то есть ну у нас была информация такая что она подерется сразу уже в юфси и сделает предложение контракт ну тут получилось так что она сейчас вышла замуж принимать какие-то решения то есть мы конечно мы хотели чтобы она продолжала без потому что было очень много вложено нашего труда ну и она сколько тогда дала спорту и когда вот пришло время выйти на свой пик на лучшую подраться в лучшем промоушене мира ну женщинам девушка наверно немного сложнее то есть мы может быть где-то не понимаем ну вообще говорят что девушка должна раньше выходить замуж чем мужчина поэтому наверное здесь уже от супруга будет зависеть но насколько мы разговаривали вот были на свадьбе она будет возвращаться ну и нас как тренировка конечно это вопрос нас волнует то есть анушлан сказал да она в любом случае еще вернувки значит не ходит пока нет я не знаю сейчас наверное нужно дать ей время то есть сейчас нужно обжиться прижиться посмотреть и уже если она решит то есть ну решение принимать только им а так конечно мы бы хотели чтобы она вернулась потому что она только только как именно боец ммай она только начинает набирать по последним боям да мы можем заметить это да и к ней интерес есть аудитория потому что на есть пен ее свадьбу там даже выложили типа сестра шевката вышла замуж и там несколько миллионов просмотров да а так конечно мы желаем мы в первую очередь мы как тренера час не важно какие они результаты это главное чтобы жизнь у них все было сложилось все было хорошо спорт том же карьера бойца она же не долгое поэтому есть какие-то вещи которые после этого начинают ну семья это очень важное поэтому когда она будет готова принять это решение либо она выступает или нет если она будет успать мы конечно поддерживаем и продолжим работать в любом случае поддержим потому что семейная жизнь семья домашний очаг дети это в первую очередь самое главное и то что она вышла на такой определенный хороший уровень и сейчас она вот в жизни определилась взяла шаг создала семью и создала семью с человеком который тоже спорта он работал в нашей команде он был тренером по гребенью мы его знаем да мы его хорошо знаем на султана поэтому с точки зрения профессионализма в отношении спорта ссоры я думаю будет понимание но конечно же это семья и семья в первую очередь должна решить в первую очередь сейчас уже муж она сама и мама есть и конечно же шавкат сам есть брат старший брат которого слова будет закон если он скажет нет ты больше не будешь к примеру да шавката знаю она не будет но если какой-то выбор есть продолжать есть два варианта или она будет тренироваться и мы продолжим работу или жена полностью оставить 40 из тех которые начнет потом оставить потом начнет а потом опять оставит если она будет она будет тренироваться если она нет но я думаю это хорошо в плане того что у нее чуть-чуть проблемы со здоровьем были тоже чуть плечом проблемы были так между нами говоря на это и сейчас вот такой чуть перерыв там чуть отвлеклась она от спорта полезно да и полезно там и травма заживет ну я имею ввиду если будет она продолжать свою карьеру то в этом случае тоже эти обстоятельства очень большую роль сыграют и может там может быть в углу муж ее и все получилось бы красивая история так недавно думал брат старший в си сестренка младшая в юси и муж секундант но он чуть момент пропустил с предложением надо было бы сначала в углу и уже когда она выиграет и все будет это предложение это было вообще да у него виза есть нету может у него у него есть визу а у него через мексику или бы выбирали в абу-даби что будет круто сказал я вот это ждал всегда я первый раз услышал увидел то есть вот это мастер спорта международного класса вот какое-то время азисы выедали был такой разговор что там ты нам через месяц дать ответ или нет 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 пока нет не обсуждали мы просто пошли поздравили порадовались вместе с ней погудели там все мы тоже мы тоже считаемся то недалекими люди к себе просто все равно сейчас семья какое-то решение примет мы будем из этого исходить мы же три ну мы же тут мы можем позвонить айсора там давай начни тренироваться там замужество это ничего нас есть свой план там нас есть мечта ты можешь стать чемпионкой носит у нас у тренеров же мы так исходя из того что первую очередь уже сейчас муж там брат старший там мама там все вместе они решения примут исходя из этого мы будем уже конечно же мы рядом встанем в любой в любой ситуации как бы они никакой обрешение приняли потому что ссора для нас человек которым мы как работали который единственная девушка в нашей команде к ней особое отношение у нас было да и поэтому 40 как дочку воспринимали как близкого человека тоже поэтому я рад то что она вышла замуж потому что этот вопрос тоже мы как тренера тоже об этом думали говорили тоже переживали честно говоря но это очень хорошая по сравнению с карьера спорте это карьеров в спортивной какой-то жизни это ничего не значит по сравнению с вот семейная жизнь семейным счастьем детьми и вот этого благополучия семейного поэтому и надеемся то что все будет хорошо главное здоровье азиза азиза мы можем подготовить он специально потому что миша знаешь что какие мысли у него были а сам-то холостой а так анализирует про семейную жизнь не это на самом деле у меня другие были мысли я вот всегда вот подчеркивал что эдуард очень хорошо говорит он я хотел бы послушать твой тост на свадьбе мне кажется что это крутой же был да же выпьем же зато потому что была халяльная там без выпьем но я пожелал просто с ним азиз лучше конечно сказал у него-то словарный запас он двойную мир не перечитал я просто первый говорю поэтому уже нечего потом вас это собираю пожелал семейного благополучия нас сказал что мы надеемся что ты вернешься я технично все закинул я думаю конечно там в первую очередь решение это нурсултана и ссоры но процентном соотношении до процентов 70 что она вернется ну может быть не сразу сейчас но через какое-то определенное время в любом случае почему не 80 но есть там когда-то я специально почему постоянно я к тому что эдуард у нас парень холостой можно да да единственное знаешь у нас аудитория мужская а да ему надо на один на один еще раз сходить и проговорить это и оставить его контактный номер хорошо что миша на передачу скоро откроем сколько бы он другую передачу на другой стороны как как он переживает так никто не переживает но он оси вот я вот женюсь к примеру он же где-то на четыре-пять часов где меньше меня будет видишь тебе это надо или ты устал ради твоего счастья я готов как сейчас ты устал вот перед всеми скажи от тебя да да тогда подожди когда подожди при всем уважении после работы с фанильем уже мне кажется от какого-то другого человека уставать просто но у тебя вырабатывается защита у него тоже если не бывает тоже без него скучно фаниль это он с тобой такой с нами немного другой же у него прозвище крикунжи еще одно только не буду говорить я слышал про нога это тоже крия нет фанилья вообще наверное мне кажется просто закрываем эту тему и передачу вот в этом месяце у вас и в зале дочка родилась и еще две свадьбы да или больше даже саид ссора ссора а чё кузбек не в этом году женился что ли да нет в прошлом в прошлом да зимой был семейный месяц не у нас для нашей команды на самом деле очень хороший год ребята аппараты ну и личной жизни у многих ребят знаешь что-то там стало на свои места это очень важно потому что каждый представляешь у нас почти там 40 45 ребят и каждый со своими проблемами кажется своими тараканами в голове и ты когда смотришь они как они тренируются и ты видишь иной раз знаешь вроде тело здесь а мысль вообще в другом месте и это очень важно же то есть ты должен в любом случае то есть понять почему что с ним происходит и за каждого конечно переживаешь то есть иной раз приходишь только с мыслями об этих ребятах может ладно не получается у него там где-то в тренировочном процессе лучше хорошо чтобы жизнь чтобы сегодня сложилось там ну разные моменты бывают тем более возраст такой сейчас у них дурной куда их только не заводит и наша задача там как тренировка команды как старших постоянно направлять придерживать где-то где-то принять какие-то решения бывает что принимаешь решение которые не самим нам это нравится но приходится для их блага бывает что мы где-то там принимаем артинально кардинально какие-то решения ну в целом аль-хамду-ляс хороший год для нашей команды но если подведение итогов сейчас отсюда у нас подписался и провел успешно один бой шавхата сейчас вот концовка вот шавхат фаниль булла тима и я думаю этот год мы будем если все хорошо пройдет успешный для нас год и что в профессиональной карьеры касается что что личной жизни за фаниль очень сильно радуемся на самом деле у нас столько пересток а еще мы пришли в зал фаниль смотрю необычный то есть не так постоянно на кипиши да тут такой потерянный взгляд агай агай знаешь так этом не успел зайти там зал я говорю чё увезли 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 я как-то я не знаю как я тренироваться его трясет реально он еще и в первый раз в таком такой ситуации я тебе говорил блин не драться да блин как что день не горел я поеду завтра улечу там на выписку полечу подожди пусть родит нормально все бы не переживай он знаешь и потом он уже тренировка идет и я там каждые десять минут его спрашиваю там фаниль то тишина там тетка уехал а потом он уже их давай фаниль в курсе держи нас и он в чат пишет поздравьте ну знаешь чуть ли не прослезились если честно там каждый потом ну в группу написали понятно там потом каждый я там с ним поговорил эдик с ним отдельно поговорил по телефону пообщались столько радости сколько они почти три года вместе вот первенец да еще раз поздравляем его от всей программы тогда смотрите в заключение хочу сказать я хотел сказать что после боя шавката надо будет встретиться и это обсудить но мы возможно встретимся и на бою шавката потому что на скорее всего будет прямая трансляция на youtube канале на иза тиви будет эдуард будет азиз будем мы с дидаром дидар это комментатор лиги найза будут еще приглашенные гости будем онлайн смотреть бой шавката так что вы тоже подключайтесь не забудьте подписаться на канал на котором вы нас сейчас смотрите этот канал на иза тиви подписаться на социальные сети эдуарда и азиза также можно подписаться на аккаунт дартим это тоже важно там появляются всякие разные информации а такой вопрос прямой эфир вот прошлый раз там очень много было возмущения прямой эфиром будет как у вас опять просто вы будете комментировать но пока я ставим это в секрете да да просто очень чтобы было много возмущения просто смотрите есть же такой закон об авторском праве мы его не хотим нарушать но будет интересно если чем мы будем прямой эфир заходить через наш инстаграм секрет любит сейчас заблокирует юси instagram так юси ничего мы потихонечку первый раунд второй раунд эдик и потом надеюсь будет закончиться аккаунт заблокирует останется аккаунт найза в инстаграме на него тоже подписывайтесь в тик токе тоже подписывайтесь мы за авторское право вот но будет интересная трансляции вы тоже подключайтесь спасибо вам большое было приглашение за уважение очень рады были видеть скоро увидимся а